друзья добрый день сегодня у меня будет первое видео из большого многосерийного цикла по реставрации моей первой куколки хавдо вот увидите сейчас ее на столе в центре моего рабочего процесса и собственно говоря вот это то о чем мы сегодня будем разговаривать первый этап работы включает себя изготовление подставки под куколку и размещение этой куколки на этой подставке так давайте расскажу вам немножко итак с момента выхода видео про вот эту вот замечательную куколку прошло уже достаточно много времени а я как вы видите все еще на том же этапе то есть она у меня голенькая без юбки без второй своей половинки но это все объяснимо во первых работа такая нетривиальная и она требует достаточно серьезно проработки темы я все это время как-то искала куда вдохновение в сети и не только вдохновение том числе и вопросы на ответы ответы вернее на свои вопросы я искала в первую очередь технологические какие-то вещи как эту подставочку сделать как ее оформить какие виды этих подставок бывают в основном конечно в сети нет ничего абсолютно вообще есть очень красивые картинки про куколок и в основном они вот такие вот декоративные вот значит в интернет в основном есть картинки как уже будет выглядят готовые куколки с юбочками и если есть какие-то намеки как собирать подставку то эта подставка такая бочонок до которая одинаково идет по всей длине юбки мне же нужна была я уже говорила мне нужна была такая форма где сзади было бы больше а спереди было бы меньше значит я поняла пошерстила пошерстила интернет и поняла что это достаточно тяжело сделать и надо искать какой-то промежуточный вариант который позволит потом смоделировать нужную мне форму и я пришла к выводу что мне нужно что-то среднее между колокольчиком это когда юбочка идет вот так куда и бочонком то есть нечто среднее и вот сейчас я вам попробую рассказать как же я все-таки собираюсь собрать собираюсь собрать дно значит стандартная классическая дно бочонком имеет две детали это окружность то есть дно и стенки этого бочонка вот такая вот деталь прямоугольной формы она сшивается по шву и притачивается потом ко дну работа очень простая здесь собрались тянули вот сверху посадили куклу значит я что хочу сделать я хочу при помощи вытачек вот сейчас вы видите мои грявые тут наметки при помощи вытачек хочу сделать вот нечто среднее до между бочонком и колокольчиком давайте расскажу из чего я собираюсь сделать стенд для куколки значит я так поразмыслила и решила что мне надо использовать какой-то материал который более-менее держит форму вот эти вот детальки они выкроены из двунитки вот даже сейчас можно видеть вот эти вот две ниточки которые между собой соединяются и потом это все сдублировано клеевым флизелином деталькой принципе без флизелина достаточно плотненько получается оно с флизелином как-то понадежнее вообще у меня было три варианта три кандидата на на то чтобы быть материалом для подставки это вот это вот дву ниточка это вот такой вот лен языке и он конечно ни разу не равномерные но естественный такой материал симпатичный приятный цвет и он дешевый достаточно и мешковина в принципе и то и другое третье оно подошло бы под куколку но я решила все-таки использовать двунитку как более нейтральный такой материал который позволит потом накрутить любой дизайн поверх и но мне показалось что он больше к ней подходит хотя вообще этого не будет даже в общем двунитку это значит что я сделала я сначала хотела подойти очень так по профессорски к этому вопросу и поискать где-то либо у знакомых художников архитекторов каково должно было быть соотношение между талией и основой то есть кругом до какова должна быть пропорция между верхней половиной тела и нижней потом я думаю да ладно чё это в конце концов кукла и попробую я сама нащупать нужные размеры поэтому кружочек я сделала диаметром 10 сантиметров то есть радиус 5 сантиметров вот эту вот деталь я выкроила посчитала по формуле длину окружности она считается 2 пир то есть 2 умножить на число пи умножить на радиус у меня в данном случае 5 был сантиметров и получилось у меня деталька где-то тридцать один сантиметр в длину и высоту я сделала 12 сантиметров то есть я решила что у меня стенд будет 12 сантиметров и сантиметр на припуске ну как то вот так вот будет соотношение если будет большое то я всегда смогу отрезать либо использовать вот эту подставку по второму куколку которую я сейчас вам не покажу пусть это будет сюрприз она немного больше поэтому убавить и шить по образцу второй вариант я всегда смогу значит итак но это деталька очень простая пока ее отложим теперь поговорим вот про эту деталь я решила сделать четыре вытачки одна вытачка будет в боковом шве вот вы сейчас ее видите то есть я буду сшивать делать шов и сразу формировать вытачку и еще три вытачки на равном расстоянии друг от друга значит причем я отмерила от края три с половиной сантиметра и потом следующую меточку сделала четыре с половиной сантиметра так давайте посмотрим поближе итак глубина вытачки от самого края у меня будет четыре с половиной сантиметра вот здесь вы видите я провела черточку и должна в принципе по идее в этой в этой точке вытачка сойти на нет и на уровне три с половиной сантиметра я сделала еще один уровень и отложила от центра вытачки по пол сантиметра в одну и в другую сторону и там у меня будут и там вытачка будет равна по раствор вытачки по пол сантиметра а в центре по пол сантиметра от центра то есть один сантиметр всего раствор вытачки а здесь раствор вытачки один сантиметр но почему-то мне так показалось мне захотелось не делать равномерной вытачку а вообще я вам сейчас покажу записочки свои то есть видно что я до вот первой отметки иду как бы вот в одну сторону у меня вогнута вытачка потом в другую мне кажется что это придаст придаст в общем некий нужный силуэт мои юбочки вернее юбочки которые я буду шить и вот эти вот все разметки я делала портновским мелочкам и я когда вытачку когда вытачку сырную юбочку соберу я его просто тряпочкой промою давайте мы сейчас как-то попробуем ее что ли сколоть и посмотреть что получится а потом я сяду за машинку я ее вот уже достала приготовила чтобы мне не отлынивать по этой хотя бы причине до от работы и соберу еще у меня будет немного другой этап сборки то есть обычная сборка такова что сшивают вот этот вот эту вот как бы трубу да и потом к ней притачивают дно вшивают вернее нет нет обычно короче сборка такая берут но к нему пришивает вот этот вот как бы верхняя деталь потом делают шов и набивают естественно я думаю о том чтобы юбка была устойчивая и мне нужен какой-то утяжелитель и это будет картонное дно со специальными там приспособами которые будут утяжелять юбочку и не дадут куколке как бы перевешивать юбку и заваливаться и если я сделаю так как сказано по технологии то есть пришью все мне потом вот в этот более узкое отверстие просто широкое дно не запихнуть поэтому я сначала соберу полностью весь верх юбки и потом вручную выверну давайте-ка мы сейчас вот как раз и вывернем и вручную буду пришивать дно и утяжелитель у меня будет так у меня как раз будет заведен через дно с этим момент посмотрим что получается видите как хорошо двунитка да еще и сдублированная держит форму а сейчас мы ее хорошенечко сошьем проще он а супер вот она еще учьется и потом в конце она еще при соберется и вот будет как бы не совсем уж такой бочонок вот следующий этап как-то так вот все давайте сейчас я немножко прервусь на машины всякие вещи а потом мы подумаем как лучше будет собирать как лучше обработать верх потому что его надо как-то придумать чтобы его чтобы он не сыпался но в то же время он был податливым что надо нам будет собирать и прятать под собой куколку и будем уже работать с дном и с утяжелителем так друзья еще перед тем как начать шить хочу вам забыла вернее рассказать вам про ниточки и сейчас вот хочу это наверстать у меня в машинке стояла белая ниточка я ее брала и поставила ниточки бежевые которые к цвету больше подходят конечно всех этих швов вообще никто не увидит но как бы хочется уж какого-то какой-то красоты и на изнанке значит просто хочу сказать какими нитками я обычно шью я предпочитаю ниточки от петербургского производителя если честно я затрудняю сказать кто именно производитель короче делает питер ниточки в составе своим имеет лен с лавсаном это очень крепкая нитка и и вот просто даже я не буду сейчас свои руки бедные резать тянулся все силы и и вообще не разорвать но она мне кажется даже армированная ниточка ее узнать очень просто вот здесь вот они всегда пишет л.л. л. с лавсаном и размер 35 раньше модная очень была не модно единственная доступна ниточка это сороковка вот это вот эта нитка она вечная то есть вы будете носить свои вещи вы их сносите а нитки в шве останутся с ними ничего не будет поэтому для таких вот работ которые как бы хочется чтобы они сохранились я всегда если могу подобрать цвет я покупают эти петербургские ниточки вот это обычная ниточка полиэстровая вот видите как я легко разорвала это что-то типа дартек или еще что-то но она даже тоньше но здесь конечно выбор цветов намного богаче и нюансов поэтому иногда приходится для отделки пользоваться вот этими вот ниточками хотя я предпочитаю вот эти есть приличный выбор цветов можно подобрать вот эти ниточки кутерман я положила возможно я ими буду пришивать вот эту вот основу уже к стенду и они это ниточки гутерман я даже сейчас не буду пробовать руками порвать потому что я единственное что порву это свои кожу на руках и поэтому это уже ниточка проверено она используется в квилтинге и она тоже очень очень прочная правда она и очень очень дорогая поэтому если как-то не хочется тратить специальные деньги у меня просто есть хозяйстве я буду использовать ее если не хочется тратить специальные деньги то не надо это покупать можно либо в несколько сложений взять эту армированную ленинградскую ниточку она очень бюджетная реально девочки это обычная катушка ниток либо посмотрите какие тут широкие дырочки можно взять просто более широкую иголочку с более широким ушком использовать ниточку типа ириса или просто даже какой-нибудь там жгутик дали канатик и прекрасные в себе пришлось дорогие друзья вот уже результат моих трудов уже отглаженный значит швы я шов вернее единственный разутюжила вытачки заутюжила в разные стороны в принципе наверно никакой разницы нет куда вы заутюживаете значит вывод себе такое сделала что нет абсолютно никакого смысла выводить рельефные вытачки вот эти вот которые вам показывала сейчас момент вот эти вот то есть вот вот это вот вот эти дуги в разные направленные абсолютно нет никакого смысла потому что на такой ткани как кто она твой нитка да еще дублированного но это вообще никакого эффекта никакого не даст значит верх я просто от металла и сеть я думаю что я просто вот так вот потом соберу на толстую ниточку шивы вот эти вот спрячу вовнутрь и стяну все значит нижний край я заутюжила и сейчас я буду вручную пришивать дно вот эти вот тоже заутюжили вот просто под иным швом буду вшивать дно вошью какой-нибудь участок вставлю дно которое вот будет утяжелять всю конструкцию и уже проделываю всю эту работу до конца если получится как-то мне подкрасть и так чтобы снять я вам покажу если нет ну значит на словах потом расскажу есть конечно подозрение что юбочка немножко для нее великовато хотя нет смотрите вот так то как бы все гармонично класс класс козак ну и теперь небольшой последний технический этап вернее в последний технический рассказ как я планирую сделать утяжелитель дна значит для этого мне понадобится вот такой картон видите он с какой-то с прослойкой я вот этой коробочке приехала вот эта вот штучка вот она в ней была очень хорошо комфортно упакована естественная выкидывать не стала это хороший прочный картон он не ломаные ничего из него я вырежу наверно два или три вот таких круга значит и между ними я еще придумала утяжелитель в виде вот таких шайб шайба кузовная оцинкованная 12 миллиметров на самом деле я увидела такой вариант у одного из американских блогеров давно если уж американцы не чураются использовать подручные материалы почему я должна чураться то не знаю поэтому я вырежу но по крайней мере 21 у меня будет и между ними одно или два вот таких вот две шайбочки на скотч сделаю как сэндвич и прилеплю вот такой мне будет утяжелитель наполнитель будет обычный кто там эти вот шарики которыми игрушки наполняют у меня его целый мешок я как раз им хорошо все заполни я знаю что заполняют заполняют всяким барахлом типа даже стекловатый но стекловатом перемешку с этим вот синтепоном до который на шарике разорванный но если честно я вообще не представляю как это стекловата выглядит мне кажется это достаточно грубый материал и я не хочу с ним работать я бы с удовольствием напила набила бы вот эту вот юбочку опилочками тоненьким но у меня нет к нему доступа я не знаю где купить если у вас есть такие вот даже не опилки а может быть стружка такая мелкая вот пыль древесная вот это будет идеально во первых это будет как бы наверное экологически правильно во вторых это юбочка будет тяжелая и куколка точно она конечно легонько но она все равно может завалить юбочку да вот для этого и делается широкое дно чтобы юбка была устойчивая и утяжелители я думаю может быть одним сэндвичем мы и обойдемся вот вполне часто я встречаю такие советы что накапать вот в этот синтепух или в опилке лавандового лавандовой эфирки и будет вообще шикарный запах я эфирку купила по попробуем понюхаем как это все будет я вообще к запахам очень аккуратно и даже настороженно отношусь потому что ну можно изрядно переборщить с ними значит и что еще хочу сказать здесь у меня лежит чек цена за шайбу за комплект шайб 35 рублей вот в одном в одной упаковке три штуки то есть вот как бы может быть даже на три куклы хватит этих 35 рублей упаковки скотч но я не знаю кого вы наверно по-разному двух сторон не стоит и еще друзья конечно же когда мы будем резать вот этот картон мы должны помнить что ни в коем случае нельзя резать картон нашими закроенными ножницами те кто осмелится порезать картон закроенными ножницами будет изгнан с ютуба навеки вечные берегите свой инвентарь лучше ножом еще вы знаете хочу сказать два слова в защиту выбора двунитки в качестве материала для юбочки очень легко ориентируясь на вот эти продольные ниточки отгибать припуск на шоу во первых легко раскраивать во вторых легко от отгибать чтобы не получился вот такой волнистый край ну все пошла работать так друзья вот такое в итоге я сделала дно то есть на одну картонную заготовку налепила сразу три шайбы оно получилось такое достаточно тяжелое сейчас я прикреплю вторую заготовку и уже будем все вместе сшивать значит еще конечно я вам хочу сказать что выкраивала я не вот по этому кругу потому что круг у меня тканевой с учетом припуски на швы сделан а выкраивал вот по внутреннему кругу то есть по той детали которая должна быть конкретно дном без припусков на швы прикреплять буду тоже все очень просто при помощи двухстороннего скотча просто донышки соединяем ровненько все конструкция монолит здесь вот я вижу что немножечко у нас тут разнется деталь ничего страшного хозяйственными ножницами подрезаем и все окей так теперь будем соединять юбку дно и дно значит для этого нам надо закрепить пока вход донышко чем-нибудь просто булавкой скрепляем чтобы дно не выпало давайте сначала проверим вообще как у нас встает дно или не встает заводим укладываем хорошо прям прекрасно смотрите как идеально встала вот теперь значит мы скрепим булавочкой чтобы дно не вывалилась во время работы и будем вот эту детальку прямо вот так вот под иным швом пришивать все друзья я закончила вшивая дно в принципе аккуратненько получилось вот так это все выглядит внутри и теперь надо все это дело набить холофайбером вспомнила это прекрасное слово и начинать устраивать куколку холофайбер у меня вот такой вот вот такими не знаю как это называется комочками хорошими он может совершенно без бугров улечься в подставку и поэтому сейчас я его не щадя просто утрамбовываю буду туда набивать сделала для себя вывод когда вшивала дно во первых припуски на шиву надо делать больше потому что равномерочка все таки не равномерка а двунитка это все таки материал который не плотно это просто переплетение ниточек вот если вы вышиваете по рабочий крестьянский иголочка у вас толстенькая вы запросто сможете вытащить несколько иголочек и испортите этим самым деталь я чуть было так в нескольких местах не окаралась и вот просто для себя сделала выводы что надо не экономить на припусках то есть пол сантиметра это мало лучше сантиметровые припуски сделать вот все думаю про набивку не стала я ничем ароматизировать не хочу я пока вот конечно в идеале это надо все набивать мелкими опилками такой древесной трухой крошками не знаю как они называются тогда подставка будет хорошенько устойчиво ну вот это кстати тоже неплохо получается и дно возможно вот немножко просвечивает конечно но возможно я сверху еще сошью одну юбку в любом случае вы не будет видно совершенно она будет закрыта несколькими слоями красивую щит ткани его там разглядывать не будет ну вот холофайбер покупала тысячу лет назад я уже даже не помню зачем то ли тильт я хотела как-то шить то ли еще что-то и потом сильно перегорела и в общем вот сейчас что есть то есть я его потихонечку использую во все подушечки в в какие-то работы вот дожил до своего как бы так сказать там до вершины своей карьеры холофайберской самое буквально святое что можно было ему доверить я ему сейчас доверяю быть наполнителем в куколке юбочки для куколки слушайте я так довольна что я все таки себя пересилила и решила не то что решила взяла и начала делать шить эту юбку потому что останавливала конечно неизвестность я не из тех людей которые с шашкой там бегут наперевес там по принципу главное ввязаться в драку потом разберемся не надо просчитать все на несколько шагов вперед и не всегда это хорошо я иногда от этого очень сильно страдаю потому что ну спонтанность тоже в нашей жизни нужно но у меня не всегда получается все равно получился почти бочонок так сейчас я это все вот так стяну там бочонок получился ну ладно видите вот как как бы ничего не знаешь так здесь надо тоже наверное зацеплять повыше возможно сейчас отложу немножко упс ну что друзья вот то о чем я говорила в самом начале видео что возможно эта юбочка окажется большеватой для моей красавицы вот это все и получилось мне кажется что да большевата юбочка и она все таки нет ни колокольчиком не той формы но она получилась бочонком давайте я вам рассекречу вторую мою лянечку для которой эта юбка получилась просто идеальной вот она это новодел реплика какой-то старой куколки покупала я на эти стоит она обошлась полторы тысячи рублей как то так ну короче меньше двух и вот для нее посмотрите прямо самый самый раз и фасон юбочки и размеры юбочки а для вот этой красавицы я сейчас буду придумывать что-то другое я поняла что выточки не спасают либо они должны быть намного глубже и длиннее и все таки я сейчас попробую шить классический колокольчик ну это что-то типа юбки полусолнца например подумаю как лучше это сделать пристрою вот эту вот малышку она у меня идет под кодовым названием рози хотя она вроде не розочку держит а может и розочку ну короче рози и в следующем видео покажу вам что я придумала с юбочкой для жузефин посмотрите все таки какие разные куколки и вот так мне рози очень нравится она миленькая и я думаю что после того как я сошью полностью весь наряд она у меня задумывается как куколка для хранения аксессуаров то есть у нее будет возможно две сумочки одна под ножнички вторая под наперсочек ну не знаю как получится опять же это все такой процесс творческий непредсказуемый а вот так вот ну я не знаю грубовато это получается для жузефин надо немножко мне все таки подумать видимо более детально но я сейчас уже не остановлюсь все я раскачалась раскачегарила свой паровозик и буду 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 делать все я поняла первая юбочка у меня готова мне осталось прикрыть и закрепить куклу в юбке я сейчас вот видите заложила складочки стену сейчас и вот через эти отверстия как-то постараюсь зафиксировать и все это подставка для рози у меня готова у меня есть еще одна куколка это вот такая вот тоже она какая-то викторианская красавица эта куколка больше чем жузефин вы видите что она прилично она по-моему уже у меня идет 9 сантиметров ростиком вот этот так 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 сейчас померяем сейчас померяем да 9 сантиметров а жузефин 7 сантиметров и для нее я сначала думала что если юбочка не для жузефин будет великовато то она подойдет для для вот этой куколки я не правда не знаю ее еще но вот давайте посмотрим вот мне кажется она мелковата хотя вот сейчас я на через камеру смотрю и вроде нормально я для нее как раз хотела вот такую пампадурскую юбку с боками вот это кстати тоже не бочонок получился видите как получилось какие бока очень удобно устраивать какие-то драпировки ну в общем короче мне для этой куколки хочется юбочку чуть чуть повыше буквально на пару сантиметриков поэтому я сущу точно такую же для нее а для розочки она прямо вообще прям прекрасно смотрится вот такие дела девчонки мальчишки не так все это просто я уже здесь приготовила кружева для антуража ножнички думала я сейчас пристрою жозефину и буду рассказывать про декор что я хочу что я задумала но этот конечно момент отложится на ненадолго здесь по-прежнему у нас загвоздочка с юбочкой здесь нет возьму точно такую же и сделаю просто повыше они тоже вот смотрите разного ростика но розе крупная дама и такие формы пышные хорошо вот такая у меня миниатюрная небольшая коллекция уже собралась я девки ну извините что я к девочкам постоянно обращаюсь я друзья от них в полном восторге у меня идеи бьют ключом что мне можно с ними сделать как их оформить как их нарядить какой смысл в них вложить я без конца хотела бы ими заниматься но надо сделать вот этих трех оформить так как мне хочется если результат будет соответствовать той картинке которая у меня есть в голове я буду продолжать конечно этим заниматься если мне позволят ресурсы вот этот вот результат он соответствует моей картинке то есть я хотела для розы вот такую вот юбочку пышненькую крупную чтобы я сделала красивую юбку с вышивкой для этой я хочу другую поэтому эта юбка для жозефина не подойдет еще раз давайте покажу ну вот крупновато хочу я все таки колокольчик ну чтобы она сверху была минимум с трапировкой все ладно друзья хватит и так уже мне кажется видео получилось наверное на час не меньше отлично все давайте до скорых встреч надеюсь пусть на меня снизу идет правильное решение спасибо вам все большое за внимание до скорых встреч и пока